я рада видеть вас на моем канале и сегодня я подготовила видео урок как можно вязать несколько нитей из одного моточка без перемотки и узелков я думаю такая информация будет очень полезна для мастериц она сэкономит ваше время и нервы ведь не очень приятно когда после вязания остается несколько маленьких клубочков пряжи одного цвета как вязать в одну нить я думаю понятно всем единственный совет от меня вязать из нити вынутой из середины клубка тогда ваш клубочек будет стоять или лежать на месте и вам не придется ловить его по всей комнате или корзинке с помощью этой внутренней нити мы можем вязать в два сложения один конец внешний один из середины клубка теперь я вам расскажу как вязать три сложения один конец нити нам не понадобится я предлагаю внешне оставить в покое а вязать из внутреннего для этого нам нужно нить сложить следующим образом для удобства я вам покажу процесс на вот таком маленьком отрезке вы же при вязании будете использовать гораздо длиннее нить нужно сложить три сложения таким образом чтобы здесь оказалась вот такая вот петелька и когда мы будем приближаться при вязании к тому месту где у нас заканчивается петелька допустим и зафиксируем теперь нам нужно вот эту петелечку аккуратно протянуть пальчиками нить вот у нас получается также три сложения вместе перехода у нас не узелок а две вот такие вот сомкнутые петельки при вязание они даже не заметны видите какая ниточка у нас получилось ровненькое при натяжении и опять когда мы довязали до петли снова протягиваем нить у нас получается опять две замкнутые петли и так вяжем далее 4 сложения вязать также очень просто нам всего лишь к этим трем ниточка нужно добавить второй конец мотка и у нас получается 4 сложения когда мы довязали до петельки мы опять протягиваем одну ниточку и вяжем далее таким образом мы вяжем из одного клубочка в 4 нити 5 нитей мы можем вязать опять же с одного конца клубка так же как и для трех сложений мы делаем вот такую петельку 1 и еще такую же петельку 2 только одна петелька у нас чуть выше а вторая ниже когда мы довязали до первой петли протягиваем нить когда мы довязали до второй петельки опять же протягиваем нить единственный нить нам нужно протягивать каждую петельку чуть ниже или выше предыдущей так у нас получается 5 нити из одного матка с такими же аккуратными переходами при вязании они даже не заметны для вязания из одного моточка в 6 сложений мы всего лишь к этим пяти добавляем свободный конец из матка вот такой вот хитренький но очень таки простой способ а я напоминаю вам о своей группе вконтакте группа называется любимая игрушка там вы найдете много интересных мастер-классов и ближе познакомитесь с моим творчеством спасибо за внимание до новых встреч